Валерий Седов За пятницу и выходные предшествующие рабочей недели на дорогах города и области зарегистрировано 7 ДТП, в результате которых 2 человека погибли и 7 получили травмы различной степени тяжести. Вечером 14 апреля вблизи дома номер 1Б по улице Комсомольской в городе Спасклепики водитель автомобиля Део Нексия совершил наезд на 73-летнего местного жителя. В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Информация предварительная. Сотрудники госавтоинспекции уточняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка. В тот же день в Рязанском районе на 203-м километре автодороги М5 «Урал» 63-летний житель Пензенской области, управляя автомобилем «ГазНекст», по предварительной информации не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил наезд на барьерное ограждение. Водитель погиб. В настоящий момент сотрудники госавтоинспекции проводят проверку, уточняют все обстоятельства произошедшего. С понедельника по среду на дорогах Рязанской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 7 человек получили травмы различной степени тяжести. В области зарегистрировано 100 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы ДПС ГОИ выявили свыше 31 тысячи нарушений правил дорожного движения, в том числе 15 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 4 отказа от прохождения медицинского освидетельствования, а также 5 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения повторно. Выявлено свыше 300 нарушений, связанные с управлением тонированным автомобилем. 26 нарушений совершили пешеходы. Выявлено 10 нарушений, связанных с перевозкой детей, а также 71 нарушения допустили водители грузовых автомобилей и 14 нарушений допустили водители автобусов. 19 апреля примерно в 7.35 в Скопинском районе на 289-м километре автодороги Р-22 «Каспий» грузовой автомобиль «Вольво» с полуприцепом под управлением 37-летнего жителя Республики Дагестан по предварительной информации не справился с рулевым управлением, вследствие чего совершил опрокидывание. В результате происшествия водитель «Вольво» погиб на месте ДТП. Обстоятельства происшествия уточняются. Проводится проверка. В четверг же на дорогах региона зарегистрировано 3 ДТП, в результате которых пострадало 3 человека. В области произошло 29 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Утром 20 апреля в Рязани «Мерседес-Бенц» столкнулся с мотоциклом. В результате происшествия мотоциклист получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Всего же инспекторы ДПСГ выявили свыше 16 тысяч нарушений правил дорожного движения. В том числе и 4 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Выявлено 131 нарушение, связанное с управлением тонированным автомобилем. 18 нарушений ПДД совершено водителями автобусов. 20 нарушений совершили пешеходы. Один водитель управлял транспортным средством, не имея права управления. 38 нарушений правил дорожного движения допустили водители грузовых автомобилей. Выявлено 3 факта нарушения перевозки детей. Самокаты, они же средства индивидуальной мобильности, стали одним из самых популярных видов транспорта у молодежи. Еще бы, права на них не нужны, воспользоваться ими может любой желающий. Правда, правила дорожного движения из них знают далеко не все. Сотрудники госавтоинспекции поспешили эти правила напомнить. Признаков наступления теплой поры теперь несколько. Распускаются подснежники, прилетают птицы и на дорогах появляются самокатчики. Чтобы такого заниженного двухколесного коня оседлать, водительское удостоверение по-прежнему не нужно. А изучение правил дорожного движения у ребят носит для них даже не обязательный, а рекомендательный характер. Поэтому правила им напоминают сотрудники госавтоинспекции. Лица в возрасте от 7 до 14 лет на средствах индивидуальной мобильности должны двигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Движение детей в возрасте младше 7 лет, использующих для передвижения СИМ, должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, на стороне для движения пешеходов, а также в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Главное же правило, которое нужно выучить, всегда спешиваться на переходах. Кстати, это же правило и самое травмоопасное. Зачастую оно становится причиной многих ДТП. В 2021 году на дорогах Рязани зарегистрировано 9 ДТП с участием самокатов, в результате которых 9 человек получили травмы. В 2022 году в Рязани зарегистрировано 4 ДТП с участием самокатов, в результате которых 4 человека получили травмы. В текущем году зарегистрировано одно такое ДТП, в котором один ребенок пострадал. К средствам индивидуальной мобильности, или сокращенно СИМ, относятся не только самокаты, те же унициклы, например, сегвеи и другие схожие средства. Правила все же для всех одни. И наказание тоже. Начиная от предупреждения и заканчивая денежным штрафом. 500 рублей за движение по проезжей части, когда рядом тротуар. Или переезд дороги вне пешеходного перехода. Полторы тысячи, если нарушить эти правила пьяным. Проверяют сотрудники госавтоинспекции не только легковые автомобили под их надзором и общественный транспорт. Согласно статистике, нарушения там тоже встречаются. Порой незначительные, можно делаться штрафом, а порой и крупные. Проверка общественного транспорта начинается точно так же, как и легкового. С документов. Количество необходимых бумаг, правда, другое. Снимают даже показания тахографа. После осмотр салона. Например, работают ли кнопки экстренного открывания дверей. Пока все исправно. Но вот огнетушитель. Стрелочка уже переползла в красную зону. А значит, использовать его нельзя. Штраф за такое 500 рублей. Впрочем, главная проверка только предстоит. Измерение суммарного люфта рулевого колеса. Принцип работы его очень прост. В данном приборе содержится магнитный датчик. Магнитный датчик, который соединен с устройством управления. И при отклонении от центральной оси, соответственно, фиксируется люфт либо влево, либо вправо. И измеряет разницу между левым и правым. Выводит как так называемый суммарный люфт. Погрешность такого прибора всего 0,05%. Оставят его в считанные минуты. Установка происходит достаточно просто. Сначала устанавливается в центральной оси, дабы определить центральную точку, которая будет максимально удалена от центра колеса. И предоставляется к любому из ободьев. Левому или правому. Когда он будет установлен, соответственно, с нормой здесь загорится красный датчик. Соответственно, погашение этого датчика, когда он погаснет, будет отклонение влево, либо вправо, которое, собственно, мы и измеряем. Теперь проверка показателей. Для автобусов допустимое значение отклонения 20 градусов. Здесь же в разы меньше. Да и локального штрафа за превышение показателя нет. Просто автобус сразу увезут на штрафстоянку с помощью эвакуатора. И уже после штраф суммарный. Чтобы понимали, какие автобусы в рейс выпускать нельзя. С начала текущего года на дорогах Рязанской области зарегистрировано 22 ДТП с участием автобусов, в результате которых 31 человек получил травмы различной степени тяжести. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 14 таких ДТП, в результате которых 5 человек погибли и 38 получили травмы различной степени тяжести. За рейд таких отклонений в люфте не нашли. Мелкие нарушения все же встречались, как например тот же неработающий огнетушитель. Главное теперь все это исправить, чтобы цифры статистики не росли вверх. Одно из самых частых рейдовых мероприятий, которые проводят сотрудники госавтоинспекции, называется тонировка. Как несложно догадаться, выискивают как раз таки слишком затонированные автомобили. Но количество таких машин не убавляется. Для понимания, на начало апреля выявлено свыше 9 тысяч таких автомобилей. И цифры эти только продолжают расти. Светлый промышка, у нас менее 70%. И сообщение, что если вы не устраните на месте, то вам будут выданы требования. Передние и боковые 70%, лобовое 75%. Это требования ГОСТа по светопропускаемости автостекол. Несоблюдение, штраф. И как вариант, устранение нарушения на месте. Даже если пленку водитель сорвет, штраф заплатить все равно придется. Обычно это 500 рублей. Столько же, кстати, стоит самая дешевая пленка. И уже не счесть, сколько такой пленки сорвали водители во время профилактического мероприятия ГИБДД под названием тонировка. В этом случае светопропускаемость и того ниже. В районе 30%. Устранять нарушения на месте водитель не стал. Тогда другой порядок действий. Если водитель по каким-то причинам не может, либо не хочет, водитель выдает требования на устранение пленки. Требования выдается на сутки. В течение суток водитель должен прибыть в подразделение, устранить и показать работникам подразделения. Если стекла чистые и устранено, то сотрудники подразделения делают отметку, что причина устранена и требования снято. А если тонировку за этот срок водитель так и не снимет, то санкции станут жестче. При повторной остановке штраф от 2 до 4 тысяч, либо арест до 15 суток. А такое в Рязани тоже было, когда злостных нарушителей сажали под арест. Сколько? Статистика умалчивает. А вот другие цифры из нее вполне понятные. На апрель этого года выявлено около 9 тысяч таких нарушений. В надежности измерительного прибора сомневаться не приходится, говорят сотрудники госавтоинспекции. Прибор включают и проверяют при водителе. Измерение проводится для более точного измерения в трех точках. Сначала прибор включается, прибор калибруется. Заряд прибора и светопропускаемость 100%. Совместили две точки 100%. Как я уже до этого говорил, совмещаем две точки и делаем замеры. 79. Рейды сотрудники ГИБДД проводят регулярно, но чаще, конечно, весной и летом. Именно в это время количество желающих обклеить машину темной пленкой увеличивается. Сквозь затонированное стекло автомобиля ухудшается обзорность для самого водителя. Такие условия могут провоцировать повышенный риск ДТП. Особенно в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. В случае выявления таких нарушений водители будут привлечены к административной ответственности. По части 3.1, статьи 12.5, КОАП РФ. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.